Одесса, Коблева, Боробой. Линия разграничения так называемой Одесской Народной Республики с Украиной. Таков был план членов православного казачества. В Малиновском районном суде зачитали обвинительный акт. Четырех ветеранов Афганистана подозревают в организации создания ОНР. Нарушение границ Украины, также в попытке покушения на жизни гражданских активистов и нардепа Алексея Гончаренко. Действительно действующей власти и ее последующие захопления планировалось удействовать подкированием куратора, так называемых ДНР и ЛНР, Якименко и Работы. Так, вместе с незаконными избранными формуляциями, которые прибудут с так называемых ДНР и ЛНР. Лишит жизни Алексея Гончаренко, так как он не разделяет пророссийских взглядов. Такую установку получили православные казаки, рассказывает нардеп. 3 марта 2014 года, благодаря действиям Гончаренко, удалось избежать реализации кремлевских планов по запуску такбасского сценария в Одессе во время захвата облсовета. Гончаренко сумел переломить настроение в Совете и сплотить депутатский корпус в сторону проукраинского проекта решения, а самих заговорщиков выгнать из зала. За активную проукраинскую позицию Алексей Гончаренко мог погибнуть. Когда их задерживали, несколько месяцев перед этим СБУ мне говорило, приедьте, уедьте, идите туда, идите сюда. То есть они следили за мной, а те следили, соответственно, за ними. То есть это была большая оперативная работа. Сейчас Гончаренко просит СБУ проверить причастность к попытке создания ОНР Николая Скорика, который был губернатором в марте 2014 года. Уж очень удобно была инициирована сессия областного совета как раз в то время, когда она была нужна кукловодам из Москвы. Николай Скорик говорить об этом с Думской ТВ отказывается. Честно говоря, мне не хочется вашей компанией комментировать. Я не хочу вас в эфире ничего говорить, потому что вы занимаетесь в целом кастом, и вы представляете именно человека, который льет на меня грязь, и просто непонятно за что, и непонятно откуда. Я не хочу в эфире вашей телекомпании. Православные казаки были активистами антимайдана на Куликовом поле. После работы СБУ были задержаны семь человек, четырех из которых уже осудили и приговорили к пяти годам лишения свободы. Ксения Терзи, Михаил Данилов, Думская ТВ.